Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Куцай Сергей, и я хочу поделиться с вами впечатлениями о соревнованиях, на которых мне доволось побывать. Харп, люр, фест. Соревнования, которые состоялись 19 ноября 2016 года в фишпарке на все рыбацкие случаи в жизни под названием Забирье. Это совсем рядом с Киевом. В соревнованиях принимало участие практически 50 рыболовов или около того. Регистрация началась еще затемно. Участники выбирали билетики, на которых был порядковый номер участника, последовательность смены зон лова и приоритет участника в зоне лова для выбора места лова. Быстренько пройдя регистрацию, все участники выслушали приветственные слова одного из организаторов соревнований, Ильи Краснова. Нам также напомнили о правилах. Все четко разжевали и самым доступным образом передали все моменты по организации. Это очень нужно было для таких новичков, как я. И сразу после этого каждый пошел к своей машине собирать снасти, после чего отправился прямиком к зоне лова. А вот непосредственно и сама зона лова и первый заброс. Только что прозвучал сигнальный свисток и все участники отправили приманочки в воду. Основной темой этих соревнований является ловля на мои любимые воблеры. Поэтому я был довольно уверен в себе. Вы можете видеть, что уже на первой проводочке один из участников сумел уговорить на атаку клыкастую. Этот уголочек ставочка все участники запомнят надолго и очень ярко. Поскольку какая-то аномалия на дне водоема в этом месте очень крепко привязала к себе хищника. Какой-то высокой активности рыбы вроде бы и не было. Но ловилась она точечно в определенных местах. В первом туре я смог заработать всего лишь один нереализованный контакт. Ох и чувство недоумения охватывало меня, когда я менял приманки одну за одной. Менял их размер, заглубление, плагучесть, шумность, цвет. Метод проводки менял, темп проводки. И ничего не мог добиться. Но вот когда обратил внимание на участников, которые располагались правее от меня. Заметил такое же недоумение на их лицах. Понял, что сегодня решающим фактором конечно будет рельеф дна. Вот такой неутешительный результат. После первого этапа соревнований. Но первый этап уже закончился и начался второй. Изменилась зона лова, изменились условия лова. Поэтому первым делом я определился с глубиной. Потом подобрал приманку с подходящим заглублением. Вроде бы как нащупал бровочку. И 12 контактов и 4 хвостика с одной буквально точки. Процедура измерения трофея, если можно так выразиться. Всегда я плевался на спортивные размеры рыбы. Но вот теперь докатился до того, что такие щуренки реально радуют. Так вот процедура измерения этих щуренков на ваших глазах, уважаемые зрители, крайне скрупулезная. Подходит судья, замеряет, записывает результат, подходит к тебе и ты еще и расписываешься за этот результат. Здесь все очень круто. Это очень не понравилось. Другой момент по поводу зон и их размеров. Количество участников, очевидно, планировалось, исходя из общей длины береговой линии ставка. Сам ставок напоминает чем-то квадрат. Так вот в эти планы вмешалась погода, стал лед. Сотрудники Забирья с этим боролись, но победить до конца, конечно, не получилось. Потому под наши нужды мы получили не все четыре стороны ставка, а лишь две. Потому зоны были небольшими. Количество людей в зоне, от 12 до 14 человек, по-моему, особо двигаться в зонах, если ты не любишь тесниться, толкаться, не умеешь этого делать, как я, не было возможности. Потому особо я и не двигался. Занял точку, удачно, повезло, показал результат. Занял неудачно, не повезло. Вот такой большой фактор везения имел место на этих соревнованиях. Ну или знание ставка, чего, к сожалению, у меня до соревнований не было. Так что, дорогие друзья, может кому-то будет интересно, кто-то когда-то будет принимать участие, запоминайте эти точечки. Второй этап соревнований лично для меня получился такой достаточно продуктивный, крепко меня взбодрил, интересный, много контактов со щукой. Такая очень перспективная и яркая точечка. Но после второго этапа соревнований организаторы запланировали часовую или немного более продолжительную паузу, чтобы второй раз нас покормить. На регистрации напоили кофе, накормили бутербродами. И то же самое решили повторить после второго этапа соревнований. После перерыва полдника зашли мы в третью зону. У меня это была зона А. Я заходил в зону, по-моему, четвертым и увидел возможность так немного пожадничать. Занял самую крайнюю левую позицию, чтобы мне никто не мешал слева от меня. И я мог обловить большую территорию. Но эта территория оказалась таким миляком, с относительно четким ровным дном. Третий этап принес мне всего лишь одну, последнюю на этих соревнованиях клыкалку. Как-то так случилось, уважаемые зрители, дорогие друзья, что всю рыбу я поймал на ОСП Асура. Менял приманки статично, часто. Но вот как-то так пришлось, что все контакты, все реализованные контакты были именно на этот воблер. В цвете, который поздней осенью работает плохо. Результат весьма, конечно, скромный, но тем не менее, это 12 место. По поводу кислота и плохо работает в холодной чистой воде, я, конечно, говорю в кавычках. Это одна из моих самых любимых расцветок воблеров. Неоднократно она выручала даже по самой холодной воде, перед непосредственно ледоставом, по самой чистой воде. Но речь, конечно, не о цвете, это такое немножко отступление. Вот как выстрелила на соревнованиях Асура в кислоте. Четвертый этап соревнований это зона Б, в которой находится вот тот уголок с самого начала видео. Активный уголок, в котором в каждом из этапов участник, который там находился, хорошо отлавливался. А в зону Б я заходил первый и мог его занять, но не занял по одной причине. По причине, что познакомился накануне с очень интересной девушкой. И когда заходил в зону Б, переписывался с ней в контакте. Мысли про все места просто где-то там потерялись. Я думаю, уважаемые зрители, вы должны меня понять. Зашел я непонятным образом на вымостку и прозевал свой шанс. Но в целом очень доволен. Как-то все было интересно, все было честно, организовано и принесло очень много позитива. Закончилось время, отведенное для соревнований и снова нас кормят. Кормят очень вкусно, очень качественно. Кто-то из моих подписчиков в контакте писал, мол, неоправданно высока цена вступительного взноса. Тогда я не знал, что ответить, но вот теперь могу рассказать, что вы получаете на эти 375 гривен. И пусть каждый решает для себя, насколько это дорого или дешево. 375 гривен полдня рыбалки в фишпарке Забирья. Это 100 гривен. По воблеру вам подарят, цена на который в районе 180 гривен. Вас накормят несколько раз, причем очень вкусно и качественно. И кроме этого, если вы серьезный, уверенный в себе рыбак, у вас есть возможность занять какое-то из призовых мест. Кроме всего этого, сопровождала одна замечательная девушка, фотограф. Это все мероприятие. Аленочка Иванчук. Большое вам спасибо. Хочется высказать отдельные слова благодарности. Фотки получились просто улетные. Большое спасибо еще раз вам, Алена. А вот с Алексеем мы выражаем наше впечатление про данный фестиваль. И от чистого сердца могу порекомендовать всем тем, у кого есть возможность посетить данное мероприятие в будущем. Я думаю, вы останетесь довольны. Всем большое спасибо за внимание. Организаторам большое спасибо за данный фестиваль. Всем-всем ни хвоста, ни чешуи. И до скорых встреч.